Ребенка как чистый лист, родители взращивают и проводили эксперименты двух близнецов от одной мамы, взяли и поместили в разные условия. Они выросли разными людьми, но в принципе, когда соединились, обмен как сообщающимися сосудами, потому что они однеяйцовые, победило то знание, где было больше доброты, чистоты, допустим, и просветления знаний, и умения. Более такая состоятельная семья. Других близнецов, когда свели, то ёмкость, вот эта негатива, ёмкость отрицательной энергии и не очень хорошая семья, в смысле среднестатистическая дом-работа, дом-работа, то однозначно победила негативная система знаний. Так что вот чем выше мы с вами растём, чем в большей степени мы разбираемся, а вот инструмент, который более применим, это уже как дополнительная история, и даёт нам возможность не растворяться в негативе, не принимать вот этих хмам безусловных, она же не потому, что такая плохая Оля мама, а потому что у неё жизнь была несчастная, и кто-то же должен за это был ответить. И самое простое, и самое безответное существо, на которого всё это можно вылить безукоризненно с правом статуса, потому что мать, как женщина, родившая ребёнка, даёт на всю жизнь статус, «я тебя породила, я тебя и убью», и сливает вот эту негативную информацию, которую мы не осознаём, которую мы не обрабатываем, но она имеет очень жёсткое на нас воздействие, и далеко не сразу мы пытаемся во всём этом разобраться. Понять, в какой я ситуации нахожусь. Вот давайте мы с этого и начнём, и вам проще будет. Значит, у нас опять возникают четыре задачи в голове. У всех присутствующих в основном здесь не решена сценарная задачка. У вас задачка не решена управленческая. Значит, вот это вот песочные часы гуляют или в одну сторону, или в другую сторону. Или на вас выливают, или вы на кого-то выливаете. Есть понимание? И, собственно говоря, когда вы встречаете человека любого со своим сценарием, сценарий подразумевают, или вам тупо одевают на голову, чтобы вас уложить, на грабли, на которые можно тысячу раз ложиться, тысячу раз использовать болевые ощущения и говорить о том, что ну как-то так получилось. Или вы всё-таки словом встаёте, видите сценарий, совершаете действие простое, то есть собственный сценарий встречается с другим, происходит конфронтация, но не злобная, а агрессивная, а собственно, говоришь, я принимаю твоё мнение, но у меня дела, да? Тогда этот сценарий с этим человеком упадёт на свои грабли. Почему так важно знать взаимоотношения и наполнение каждой природы? Вы легко сможете этим оперировать. Почему каждый из нас должен быть абсолютно обеспечен, самостоятельно уметь зарабатывать деньги именно тем инструментом, который позволяет человеку делать простые действия и соблюдать природу? У нас задача выживальщиков, очень важная, не допускать чужого сценария в жизни, объединять усилия, то есть создавать так взаимоотношения, чтобы было дополнение. Если этого не будет, то любой ваш сценарий разобьётся о чужие препятствия. Вы останетесь голым королём, которому придётся согласиться с тем, что опять проиграли. Есть понимание? Маятниковая система — это память, это то, что мы живём в нашем суровом действительном мире, и предлагается оно по времени какое-то обстоятельство или какая-то ситуация, которая просто находится. Вот вы идёте, и какая-то конфигурация из людей, стоящих на остановке, — это просто ситуация. У вас всегда есть выбор. Или вы подменяете и входите в эту ситуацию и становитесь одним из участников, то есть вы включаетесь в обстановку и начинаете с кем-то общаться, условно ждёте автобус. Или вы идёте по прямой и говорите минуту. Если автобуса нет, там табло условное или как-то народу много, и по вторичным признакам можете объяснить, там, в зависимости от вашей задачи, то есть самостоятельно принимаете решение, что вы можете подождать, если у вас там 15 минут времени есть, или у вас нет времени и вам срочно нужно куда-то попасть, значит, ролевая система подразумевает, что у вас здесь на эту обречённость, что нет автобуса и много народу, всегда должен быть альтернативный собственный сценарий. Ну, словно, такси взять, машину остановить, перейти там на другую сторону или подальше, там, на другом автобусе поехать, да? Вот как мышление начинает наше работать. А здесь важно тоже на этот круг наложить, на эту плоскость наложить знаки зодиака. Конечно, конечно. Это те свойства, которые безупречны, если человек их не развивает. Безупречны. Они всегда будут, это простое действие по природе. Мы всегда ходим, вверху решаем, внизу реализовываем. Если сценарий верный, то он совпадёт с людским сценарием, и мы получим человека, который словом выскажет или благодарность, или отрицание. Вот круг замкнулся, да? Вот песочные часы первого порядка. Чем дальше идёт разветвление, контрусилия, сопротивление, чем больше мы конфликтуем, чем больше мы упертые, чем больше мы представляем, что как должно быть, как в прошлом зацикленная история работы одним ядром, тем больше нам придётся проходить людей, проходить чужих сценариев. И всё равно мы попадём на те же грабли, потому что четыре такта. Раз, два, три, четыре. Без осознания того, с кем я и о чём я, приведут к циклу повторяющихся событий. А если я совсем ушла в безвремение, в цикличность, в состояние анабиоза и работаю только одним ядром, вот только правильно так и больше никак, мы всегда будем проходить препятствия, приходить людей, которые нам одевают сценарий, опять препятствия и возвращаться к тому авторитету, жизнь которого по убиению, «Мама, здравствуй» называется, будет нам казаться самой правильной и самой замечательной. И сюда же мы можем скорости наложить. Конечно. Почему в жизни не получается? Потому что доминирующие роли и страхи, они будут превалировать в нас, потому что мы их не осознаём. Восемь страхов. Желание. Это мужчина. Ему бы работать, начать, а он не понимает прошлого и не хочет идти в будущее. И месть женщине за то, что она его не научила, будет всегда порождать, то есть он начнёт падать в женскую роль, и всегда будет страх непреодолимости усилий. Я не пойду, потому что там страшно. И тогда тому обществу, как инциденту, с которым придётся нам сталкиваться, мы всегда будем такие няшки-неваляшки, пытаясь всем понравиться. У женщин свои страхи, у мужчин свои страхи. И если женщины находятся в мужской доминирующей позиции, допустим, мы сняли в кафе.